МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20.00 в Красноярске, прямом эфире новости ТВК. Здравствуйте, меня зовут Илья Зайцев. В ближайшие 30 минут я и мои коллеги расскажем вам о наиболее важных, на наш взгляд, событиях этого четверга, 50 мая. И вначале коротко о главном. Финал одного коррупционного скандала и начало другого. Главу Богучанского района арестовали по подозрению в получении откатов 10% с каждого контракта. И это только начало. И пять лет колонии общего режима бывшему руководителю фонда соцстраха Края Ирине Останина. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Больше полусотни обманутых покупателей группы компании «Крепость» требуют или деньги, или машины. Но им предлагают доплатить. Проект «Большая уборка» новости ТВК решили помочь городским властям исполнить указ президента и привести берег Енисея в порядок. Когда правопережная набережная станет чище. И мы начинаем с главного. Главу Богучанского района подозревают в получении взятки. Накануне Александра Бахтина задержали в его доме. Там же провели обыски, изъяли всю технику и документы. По версии следствия, чиновник получал взятки через посредников и подставную фирму, которая за определенный процент отдавала предпринимателям заказы на выполнение государственных контрактов. Обо всем подробнее в репортаже нашего корреспондента. На этих кадрах глава Богучанского района покидает свой дом под конвоем. Александра Бахтина задержали ранним утром 9 мая. А в доме провели обыски. Его подозревают в получении взятки в 1 миллион рублей от генерального директора компании «Стройинвест». Об этом рассказали в Следственном комитете. За эту сумму глава района должен был дать указание муниципальной службе заказчик подписать документы для оплаты работ за строительство детского сада в поселке Ангарский. Вообще он организовал преступную схему на территории района, согласно которой он незаконно получал денежные средства от предпринимателей, с которыми заключались муниципальные контракты по строительству объектов недвижимости на веренной ему территории. Это примерно 10% от стоимости каждого контракта. Дело завели 3 мая. Тогда Следственный комитет и ФСБ допросили главу муниципальной службы заказчик Артёма Сташкова и руководителя ремонтно-строительного управления Василия Быкова. По версии следствия, они выступали посредниками в получении взятки. Сейчас оба находятся под стражей. При этом самого Александра Бахтина доставили на вертолёте на допрос в Красноярск. План задержания, говорят в полиции, разрабатывали несколько месяцев. Ещё в прошлом году и в нынешнем году начальник главного управления МВД Покрая выезжал лично в Багучана, где встречался с местными жителями. В ходе встреч было три обращения, касающиеся непосредственной деятельности данного главы района, в том числе по препятствию деятельности местного мелкого бизнеса. Арест главы местных жителей в День Победы встретили радостно. Этому даже посвятили пост в социальных сетях. С победой, дорогие земляки! Сегодня Багучанский район празднует ещё одну победу над коррупцией в Багучанском районе. Арестован глава Багучанского района Бахтин Александр Вадимович. Надеемся, что вся коррупционная цепочка придёт к логическому завершению. А вот приближённые к кругу Бахтина депутаты Законодательного собрания Юрий Ефимов и Александр Симоновский считают все обвинения несправедливые. Не хотелось бы оперировать такими словами, как 1937 год, но оно очень сильно смахивает, потому что мы прекрасно понимаем психологическое давление, что 9 мая, в День Победы, это было рассчитано, конечно, на весь район, чтобы вместо радоваться празднику обсуждал горячо это действие. Мы прекрасно понимаем действия правоохранительных органов. Это их не красит. Беспредел. То есть человека затяжали абсолютно незаконно. Пока это показания Астасия Попова о том, что 4 раза он по 250 тысяч якобы давал в прошлом году, год назад, в апреле, мае, в июне и в июле по 250 тысяч. То есть уже даже этот факт говорит о том, что эти показания неверны, потому что для пятой части взятки нужно 1 миллион. При этом 1 миллион – это лишь один эпизод. Новости ТВК рассказывали об Александре Бахтине не раз. Местные жители обвиняли его в нецелевом использовании земель, покупке для своих племянников земли почти в 200 гектаров и завышенных тарифов на ЖКХ. Сейчас в этом будет разбираться следствие. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Илья Керп, Сергей Малафеев и Михаил Зинкевич. Новости ТВК. И буквально только что закончилось судебное заседание по избранию меры пресечения главе Богучанского района. Александр Бахтин останется под стражей минимум на 2 месяца, поскольку, по мнению следствия, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей. Бахтин также сообщил, что намерен решение обжаловать. В ходе съемного заседания также стало известно, что за прошлый год он 5 раз ездил на лечение в Нью-Йорк, один раз был в Милане и один раз посетил Бангкок. При официальном доходе семьи Бахтиных за 2016 год около 1 миллиона рублей на троих. Своё задержание глава района считает, цитата, подставным. По его словам, допрошенный руководитель муниципальной службы заказчик и глава компании Стройинвест оговаривают его. Правоохранительные органы поймали их на том, что они занимались, так сказать, незаконными деяниями. И сейчас, чтобы скостить свой срок, вот они, значит, выдумывают такие сказки. А в этом всего конкретного нет, понимаете? Ничего. И к другим темам. Улица Декабристов сегодня вечером вновь станет односторонней. Такое решение принято из-за масштабных планов по дорожному ремонту в центре. С 11 вечера проехать по Декабристов можно будет только со стороны Маркса вниз до набережной. Поворот с Дубровинского на Декабристов запретят. Такая же схема действовала в прошлом году. Горожане были ей не очень довольны, так как приходилось стоять в больших пробках. Вечером на перекрестках обещают установить новые дорожные знаки. Временная схема проезда по Декабристов будет действовать предварительно до 30 ноября. Кроме того, сегодня утром полностью перекрыто автомобильное движение по улице Горького. От перекрестка с Маркса до Баграда. Там начнется ремонт домов в рамках проекта «Исторический квартал». Сегодня же стартовал ремонт улицы 78-й добровольческой бригады. Рабочие начали менять бордюры. В будущем там станет больше зеленых зон и тротуаров. Уложат новый асфальт. Об этом рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов. Кроме того, администрация готовится к ремонту знаковых городских объектов. В театральной площади и территории вокруг часовни «Пороскевые пятницы». Там заменят лавочки, урны, бордюры. Установят новое, более яркое освещение. Все работы планируют закончить до зимы. Новость, которая скорее не обрадует жителей. Ремонт дворов в этом году будет проходить по новой схеме. Теперь бюджет будет оплачивать работы только после полной приемки. То есть управляющим компаниям нужно будет самим искать деньги на благоустройство. А впоследствии Федерация и Край обещают все затраты компенсировать. В планах было отремонтировать 153 двора. Но не факт, что все управляющие компании смогут найти необходимое финансирование. Не все сегодня понимают свои ресурсы. Каким они образом могут производить эти оплаты. Но считаю, что в течение двух недель мы с ними уже определимся. Значит, у кого есть такие возможности, у кого нет таких возможностей. Рухнуло и разлетелось на куски. В Красноярске на Виадуке от центрального парка к набережной упала одна из статуи. Разломанный монумент заметили общественники во время прогулки. По их словам, статуя упала еще во вторник, 8 мая, а обломки перекрыли пролет. Однако вскоре их убрали и привели лестницу в порядок. Многие горожане недоумевали, из-за чего сделана скульптура, раз она так легко развалилась. В округе гуляет много мам с детьми, поэтому ходить рядом, по мнению некоторых красноярцев, просто опасно. В администрации центрального района нам рассказали, что скульптуру якобы сломали вандалы. Так им сообщили собственники соседнего ресторана, которые владеют таким монументом. Хулиганов теперь будут искать в полиции. Напомню ранее, горожане неоднократно жаловались на Виаду, который активно застраивается летними кафе. Глава центрального района назвал объект абсолютной безвкусицей, а прокуратура и МЧС сейчас проверяют законность и безопасность этого объекта. Где еще в Красноярске небезопасно отдыхать? Обсудим эту тему вместе с вами. Сообщайте, где ненадежно закреплена качеля во дворе, висят провода над головой или отходит посадная плитка. С вашей помощью мы составим свою карту потенциально опасных мест. Звоните уже сейчас по телефону 265-45-00, отправляйте смс на номер 9020 в начале ТВК, комментируйте в группе телекомпании ТВК ВКонтакте или присылайте сообщения в Вайбер, Ватсап и Телеграм по номеру 8-923-165-45-00. Спел прямо в супермаркете. Мужчина исполнил песню «День победы» в одном из магазинов Зеленогорска. На видео, которое появилось в социальных сетях, он, стоя между прилавков, начал громко петь. А затем ему стали подпевать покупатели. Вол Европы! Прошагали пол земли, этот день мы приближали как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Как оказалось, флешмоб мужчина планировал заранее. Происходящее снимали на камеру местные СМИ. Однако горожане отнеслись к акции очень теплом. Люди писали в социальных сетях. Хор из простого народа звучит гораздо искренне, красивее и патриотичнее, чем концерты со звездом. А вот другой ролик, снятый также 9 мая, теплых чувств не вызывает. На видео красноярец дарят девушке гвоздику. Цветок он выхватил с монумента журавли нашей памяти. Девушка при этом говорит, что парень купил ей цветы по акции. На следующих кадрах подростки едут в автобусе и рассказывают, чем пахнет украденная гвоздика. Часть ролика девушка в скором времени удалила. Однако пользователи сети начали репостить видео. Многих возмутило поведение подростков. Горожане пишут, что им стыдно за такие поступки молодежи. А этот случай называют публичным надругательством над памятью о героях. Через 4 минуты в новостях ТВК расскажем о нарушениях на 7 миллиардов рублей, которые только за прошлый год выявила счетная палата Красноярского края. А через 7 минут расскажем, кого в этом году порадуют на фестивале «Мир Сибири». Организаторы сегодня раскрыли полный список хедлайнеров. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok присутствовала моя коллега Виктория Столярова. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Почти 5 часов оглашения материала в дело, а потом и приговора. После этого зал суда Ирина Останина покидают уже в наручниках. Бывшая руководительница фонда социального страхования вместе с супругом из суда Октябрьского района под конвоем отправляются в колонию общего режима. Там Останина проведет ближайшие 5 лет. Ирина Васильевна, с переговором согласна? Нет. Руководить фондом соцстрахования Останина начала в 2015 году и почти сразу же, занимая высокую должность, вместе с мужем и несколькими сотрудниками организовали схему хищения денежных средств. Обвиняемые заключили договор аренды на нежилое помещение под нужды фонда. В документах стоимость квадратного метра указывалась в два раза выше фактической. Всю разницу соучастники присваивали себе. После раздела очередной суммы все похитители были задержаны с поличным. Судебный марафон супругов Останина длится с июня 2016 года. Силовикам удалось выяснить, что два года назад, с января по июнь, экс-руководитель фонда социального страхования вместе с двумя соучастниками и одним пособником похитили деньги в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Они были бюджетные и были выделены для аренды помещений. Останинах осудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В колонии общего режима экс-руководительница фонда соцстрахования проведет пять лет, а также выплатит штраф в 600 тысяч рублей. На четыре года в колонию отправится ее супруг. С него взыщут 400 тысяч рублей. Все остальные отделались условным наказанием. Сегодня суд также постановил взыскать с подсудимых ущерб в пользу фонда в размере 1 миллиона 75 тысяч рублей. С приговором не согласна адвокат Останиной. Мы не согласны с приговором, с обвинением. Чего будете добиваться? Оправдательного. Сторона защиты будет подавать апелляцию и обжаловать решение уже в краевом суде. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК. Обманутые покупатели сегодня пришли в «Тойота-крепость». Они договорились вместе потребовать выполнения бывшим дилерам своих обязательств. Все они внесли предоплату за машин, но до сих пор не получили ни свои машины, ни деньги. В «Крепости» предлагают решать проблемы в индивидуальном порядке. Но люди считают, что компания просто тянет время. Некоторым, например, предлагают доплатить и взять машину в другом дилерском центре, но не всех это устраивает. Многие обманутые покупатели уже подали в суд, а теперь намерены писать коллективное заявление в правоохранительные органы. О нас речь не идет. Речь идет о «Тойоте», о «Крепости», о «Кангуне», но только не о нас. И нас как-то считают, что подумаешь, в этом отдали миллион. Ну что? Ну еще масса людей, у которых машина попала в злок до того, как они стали собственниками. И у этих людей банк заберет машины. Их здесь нет. Они еще не знают об этом. В компании «Крепость» призывают покупателей к сдержанности. Председатель совета директоров Александр Кангун сегодня пообещал договориться со всеми, кто этого захочет. А пока «Тойоту» и «Лексус» официально купить в Красноярске нельзя. Автодилеры из других городов предлагают красноярским покупателям особые условия. Один из дилеров готов оплатить билеты на самолет до Новосибирска для своих потенциальных клиентов. 7 миллиардов 762 миллиона бюджетных рублей было израсходовано неэффективно. Такой вывод по итогам проверок сделала счетная палата. В 2017 году они нашли 2240 нарушений, из них почти 80% от нарушений в реализации денежных средств на государственные заказы. Большие вопросы вызывают расходы на социальную политику края. На нее тратится 29 миллиардов рублей в год. 7 из них идут на управление сферой. Отметим также, счетная палата уличила мэрию в завышенных тратах на снос незаконной рекламы. Руководство городской администрации не взыскивало с владельцев возмещения за установку нелегальных билбордов. Впервые в нашем регионе счетная палата проверила и налоговую службу. Много претензий осталось также к фонду капитального ремонта. Мы тогда констатировали отсутствие достоверной информации о домах, которые подлежат капитальному ремонту. Всего 65% оказалось информации правильной, а вся остальная информация оказалась неправильной. И четкого понимания, какие дома должны ремонтироваться, какие не должны ремонтироваться, не было. 540 малышей в этом году примут участие в забеге на четвереньках. Завтра начнется регистрация участников, и успеть еще можно. А те, кто из ползунков уже вырос, готовятся сажать картошку. Всем желающим выделяют землю почти бесплатно. Нашу традиционную рубрику новости коротко сегодня подготовил Виталий Поляков. Завтра в Красноярске начнется регистрация на фестиваль «Карапузы» на старт 2018. Это такое забавное мероприятие. Забег на четвереньках совсем маленьких детишек на дистанцию 10 метров. Здесь все просто, кто первый, тот и победил. Планируется, что в этом фестивале примут участие 540 детишек, и своим родителям уже стоит начинать тренировать своих подопечных спортсменов, так как фестиваль начнется уже 2 июня, футбол арене «Енисей». Независимо от результата, все малыши получат призы, но, конечно, особого почета удостоятся победители. А также наградят лучших в номинации «Малыш, который никуда не торопится. Самая креативная семья». А теперь новость для тех, кому нужна земля под посадку картошки. К нам в редакцию обратились пенсионеры Октябрьского района. Они ежегодно при поддержке Совета ветеранов получали земельные наделы под картошку за символическую плату. Но в этот раз общественники им отказались помогать. Но среди пенсионеров нашлись предприимчивые люди, которые сами договорились с фермерами. И теперь любой желающий может получить 3-4 сотки. Для этого необходимо позвонить по телефону, который сейчас вы видите на экране. Землю спашут, подготовят к посадке. Стоимость аренды одной сотки всего 220 рублей. Как Лев Лещенко стал доверенным лицом Путина? И за что он любит советскую эстраду? Эти вопросы Ольга Тепляшна зла легенде отечественной сцены лично. Ведущая поговорила с гостем о кремлевских соловьях и не упустила случая спеть с народным артистом. Не плачь, девчонка, пройдет дожди. Солдат вернется, ты только жди. Пускай далеко твой верный друг. Любовь на свете сильней разлук. Полное интервью смотрите сегодня в 20.45 в программе «После новостей. Выездная модель». И продолжаем музыкальную тему. 50 музыкальных команд из 17 регионов России и трех стран зарубежья. Сегодня в Министерстве культуры края объявили почетных гостей 15-го международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». К нам приедет с Пелагея ансамбль Морганджи из Франции и боснийский композитор Горан Брегович. В Шушенское, где традиционно проходит фестиваль, приедут участники из Ганы и Венгрии. Также музыканты из Якутии, Тывы, Хакаси, Алтая и других частей нашей страны. По словам организаторов, география и число участников конкурса растет. В этом году в конкурсе 14 номинаций, в том числе две специальные для дуэтов и трио. Выступления артистов пройдут в Шушенском с 13 по 15 июля. Хотела отдохнуть с друзьями, получила сотрясение мозга. Красноярская школьница попала в больницу после посещения хоррор-квеста «Морг». По предварительным данным, в темноте она ударилась головой о металлическую дверь. Эту тему мы продолжим обсуждать вместе с вами в ночных новостях ТВК. Считаете ли вы такие хоррор-квесты действительно опасными для здоровья? По-вашему, должны ли организаторы нести ответственность за здоровье посетителей или посетители виноваты сами? Может быть, у вас и ваших знакомых тоже случались подобные истории? Пишите нам на смс-сервис 9020 в начале сообщения ТВК. Оставляйте мнение в группе телекомпании ТВК ВКонтакте, а также в вайбере, ватсапе по номеру 8-923-165-45-00. Ваши сообщения зачитаем в 23.00. Через 6 минут в новостях ТВК традиционная по четвергам рубрика «Вопросы ЖКХ», отвечает специалист. А через 9 минут продолжение проекта «Как менялась наша жизнь». Сегодня поговорим, как менялся облик Красноярска за последние четверть века. Не переключайтесь. Это новости ТВК. Мы продолжаем. На мусор у берегов Енисея обратил внимание президент. В очередной серии проекта «Большая уборка» новости ТВК вернулись на правобережную набережную, о которой рассказывали в прошлый четверг. Когда это место, наконец, станет пригодным для прогулок, разбирался Илья Филонов. На календаре 10 мая четверг, а значит, время для очередной серии проекта «Большая уборка». Напомню, набережная, что находится за клубом «Планета Красноярск», на прошлой неделе засветилась в серии моей коллеги Лизы Курочкиной. А уже в минувший понедельник, внимание, в майских указах президента Российской Федерации. Среди своих первых поручений на новом президентском сроке Владимир Путин издал и такое. Провести мероприятие по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории некоторых озер, рек и в том числе реки Енисей. Вот только загвоздка в том, что исполнение этих указов рассчитано аж до 2024 года. Но красноярцам не придется столько ждать. В департаменте городского хозяйства отреагировали на нашу заявку. Там пояснили, что территория набережной принадлежит двум собственникам, и план задания по уборке в верхней части уже выдана компанией ООО «Линос», которая планирует вывезти мусор до 15 мая. А нижний ярус арендует «Сибиряк». Ему, цитата, направлена телефонограмма о необходимости проведения уборки. Отчитались в мэрии и по другим адресам. На жалобу не вывозят мусор с контейнеров. На улице Учумской в управляющей компании отреагировали буквально. Контейнеры опустошили, а свалку вокруг так и не тронули. Хлам на Айвазовского пообещали убрать в эти выходные, а на Краснодарской установили крайний срок – 1 июня. Ну а тем временем уже готов список адресов, которые в ближайшее время отправятся городским властям, с которыми, я напомню, в этом сезоне большой уборки мы стараемся активно сотрудничать. И они уже совместно с управляющими компаниями или людьми будут разбираться и очень надеемся, что убираться. И первая в списке, конечно же, свалка на улице Бийская, около третьего дома, где буквально перед нами мусоровоз добросовестно очистил все мусорные баки. Вот только то, что расположено рядом с мусорными баками, а это, я уверен, валяется здесь уже не неделю и даже и не две. Рабочих мало заинтересовало. И уж точно больше двух недель лежит свалка около 341-го дома по улице Симофорная. Здесь у жителей претензии по пунктам. Это опрокинутый мусорный бак, который вот уже полгода никто не хочет поднимать и вывозить с него залежавшийся мусор. Это мусорные мешки, напомню, которые остались с субботника и которые администрация города обещала своими силами оперативно убрать с мест уборки. Но все это не что, говорят местные, по сравнению с тем, что произошло на этой мусорке, расположенной рядом с деревянными сараями, с деревянными бараками, неделю назад. Соседка нам звонит, это было неделю назад. Стучит прямо вот в окошко. Мы горим. Мы повыскакивали. Вот этот дом наш и он тот. Мы тушили. Здесь такое пламя было. И вот все мы тушили, всем миром, как сказать, тушили эту помойку. И если это не повод убрать залежавшийся мусор, то я уже не знаю, что тогда. Вместе с этим двумя вышеназванными адресами в городскую администрацию отправятся ваши заявки с улиц Нерчинская, Кутузова, Энергетиков и Бабушкина. И я надеюсь, что через неделю городская администрация отчитается о вычищенных городских свалках. Но самое главное, это заметят и оценят люди. Илья Филонов, Михаил Зинкевич. Большая уборка. Как снизить плату за коммунальные услуги? Вообще жить и можно ли напрямую рассчитываться за воду и тепло? Об этом прямо сейчас расскажет эксперт в вопросах ЖКХ Антали Балабина. Анталия Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. И первый вопрос от наших зрителей. Как напрямую платить ресурс снабжающим организациям, а не в управляющую компанию, где деньги иногда теряются? Мы с вами в прошлый четверг как раз я говорила о том, что в апреле месяце 3-го числа нынешнего года президентом Российской Федерации был подписан указ о прямых платежах в ресурс снабжающей организации. Цель как раз этого указа и есть, говорит о том, чтобы деньги не терялись и чтобы жители платили напрямую. Для того, чтобы оплачивать коммунальные услуги напрямую в ресурс снабжающей организации, что сегодня в городе Красноярске началось в группе компаний ЖСК, постепенно все дирекции переходят на прямые платежи. Для этого необходимо провести собрание собственников вашего многоквартирного дома, где рассмотреть вопрос о переходе на прямые платежи. Большинством голосов, если протокол будет набран, то управляющая компания обязана предоставить два платежных документа отдельно на свои жилищные услуги и содержание ремонта, и отдельно на коммунальные услуги. Александр, второй вопрос. Если в комнате общежития прописано 8 человек, а живет, например, трое, можно ли снизить плату за коммунальные услуги, и кто должен платить уже на численные долги? Значит, действительно, до 2017 года, когда люди куда-то уезжали, не проживали, было прописано, например, 8 человек, а живут трое, за остальных приносили справки о том, что эти люди проживают в других местах и оплачивают коммунальные услуги, управляющая компания делала перерасчет. Начиная с 2017 года, согласно 354 постановлению, четко сказано, только в двух случаях мы можем не начислять по нормативу на количество зарегистрированных людей. Первый случай – это когда непредвиденные обстоятельства, не дай бог, конечно, это случится, там пожар, землетрясение и так далее. И второй случай – это необходимо, чтобы управляющая компания составила акт о том, что в данной комнате в общежитии нет технической возможности поставить такой счетчик. Вам нужно обратиться в письменном виде в свою управляющую компанию о том, чтобы вам пришли и составили акт. Если вы получаете отказ по какой-то причине, дальше можно пожаловаться в прокуратуру. Вам обязаны составить акт о том, что нет технической возможности. Спасибо, это была Наталья Балабина, специалист в вопросах ЖКХ. Напомню, что задать свой вопрос в рубрику можно по телефону 265-45-00 или отправив сообщение в Вайбер и Ватсап по номеру 8-923-165-45-00. Ну а прямо сейчас новая серия проекта Натальи Кейчина и Антона Моцкуса «Как менялась наша жизнь». Авторы расскажут о том, как за четверть века изменился облик Красноярска. Красноярск. Привычные с детства для меня объекты Красноярска меняют с годами свой облик. И даже некоторые знакомые, которые уехали отсюда 6 лет назад, уже не узнают фотографии этого города. Слушай, ну если бы мне 24 года назад показали, каким будет Красноярск, я бы очень удивилась. Не всегда это было бы со знаком «плюс». Мы видим сегодня в Красноярске множество жилых комплексов, которые построены по принципу при минимальных издержках, максимальный выхлоп квадратных метров. Наверное, с точки зрения экономики это эффективно, но это короткие деньги. Мы после себя оставляем культурный слой, который не очень качественный, не очень привлекательно выглядит. И часто эти здания, они морально устаревают еще до того момента, как будут построены. Архитекторы Красноярск граждан проекта, по работам которых были построены, по сути, все знаковые строения краевого центра, в 90-е, да еще и раньше, били тревогу. Страшно, во что постепенно превращается наш город. Визуально ситуация, конечно, изменилась. Новые микрорайоны, веселенькие, во все цвета радуги. Но уже сейчас прогнозируют, эти гетто с невероятным скоплением людей постепенно превратятся в криминогенные районы, без инфраструктуры, мест для парковок, прогулок и какой-либо зелени. Но и это не самое страшное. Мэр Сергей Ремин недавно волевым решением запретил строительство очередного муравейника Тихий Зори по соседству с Белыми Россами. Те и так уже блокируют поступление свежего воздуха в город Черного Неба. А строитель Егоров так вообще напугал. Дома в жилкомплексе «Орбита» вот-вот рухнут Венесей. Красноярск, он похож, наверное, на какого-то тинейджера, который вот растущий организм, да, и мы видели какого-то такого пухлого, младенца, милого. Вот старый, я имею в виду старый Красноярск. Потом этот тинейджер начал подрастать и какие-то угловатые формы, непропорциональные, руки, ноги. Центр Красноярска, каким он был, таким он не остался. Бесконечные между собойщики в борьбе за исторический квартал, снос местами варварских старых домов, изветшавших центральный парк, полно разностили в архитектуры новых строений старых. И, кажется, уж совсем последней каплей приведшей в ужас красноярцев стал прошлогодний ремонт главных улиц. Средняя оценка неудовлетворительна. Двойка с плюсом, плюс просто как надежда на улучшение. И это, наверное, странно слышать от архитектора. Наверное, я там должен взять на себя часть ответственности за то, что с городом происходит. Но, к сожалению, от одного архитектора в большом городе мало что зависит. Но жить стало лучше, жить стало веселее. На сегодня в Краевом центре зарегистрировано более полумиллиона автомобилей. Практически в каждой семье они имеются. Как следствие, бесконечные пробки. А в 94-м скромненькие трамваи еще ходили по коммунальному мосту. Мостов было три. Что до пробок то этим словом тогда называли вот такую ситуацию на дорогах. Ну а на месте этой клумбы могла бы быть одна из более чем 30 станций красноярского метро. Площадь революции. Все 24 года в новостях, ты только вдумайся, 24 года. Мы постоянно рассказывали о том, что вот-вот должно у нас появиться свое метро. О, это было покруче, чем Санта-Барбара, которая просуществовала в уфире всего-то 10 жалких лет. Консервация строительства на данном этапе стоит 103 миллиона рублей. В последний раз метростроевцы получали зарплату ровно год назад. На всех строительных площадках тишь да гладь. Через 4 года в Красноярске должна была открыться первая станция метро. Теперь уже очевидно, что это мероприятие откладывается на неопределенный срок. Дело в том, что денег осталось так мало, что новая машина может пройти всего лишь 10 метров. Вот и шутят красноярские метростроители. В Красноярске метро к тысячелетию точно появится. Эта станция метро высотная, по сути, единственная в городе, еще не законсервированная. Как итог, на несуществующее метро потратили по разным подсчетам от 1 до 3 миллиардов рублей. Ну и чтоб не подумали, хорошее мы тоже замечаем. Новые районы, дома или вот, например, ставшие традиционными детские карнавалы на День города «Чудо, как хороши». Говорят, что из них детей, больного и неблагополучного ребенка мать любит больше. Вот и мы любим свой город. Такой материнской любовью. Я растворюсь в который раз в людской толпе. Земля моя, сегодня я пою тебе. Наталья Кичина, Антон Муцкус, Николай Чистяков, Виталий Субботик. Новости ТВК. Летний сезон вот-вот начнется. Вместе с ним традиционные ремонты и строительства. 16 мая в МВДЦ Сибирь открывается выставка «Малоэтажное домостроение. Строительные отделочные материалы». В Красноярск приедут более 200 участников из России и зарубежья. Под одной крышей приобрести можно все от фундамента до крыши будущего дома. В том числе окна, двери и перегородки, прочную брусчатку, отделочный камень, печи, котлы, бассейны, трубы. Для внутренней отделки полы, краски и покрытия. Из новинок антимикробные краски для детских комнат. Японские самоочищающиеся фасады, гибкая финская черепица, чугунные радиаторы по образцам 18-19 веков. Чтобы создать дома уют, дизайнеры из Бельгии привезут эксклюзивные ковры. Также представят живую мебель и ручную работу из натуральных материалов. Для любителей старины будет и антиквариат. На выставке можно посмотреть уже готовые дома, пообщаться с застройщиками, ознакомиться с предложениями загородных поселков. Бесплатные консультации проведут юристы и кадастровая служба. Для посетителей состоится розыгрыш инструментов и материалов. Главный приз – путешествие на двоих. Выставка пройдет в МВДЦ «Сибирь» с 16 по 19 мая. Это новости ДВК. Мы продолжаем. И сегодня вместе с вами обсуждаем, где в Красноярске небезопасно отдыхать. Предлагаем вам сообщать, где ненадежно закреплены качели, или висят провода над головой, или отходит фасадная плитка. У нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Это из Красноярска звонит, Дубровинского, 78-а. Управляющая компания ЖСК у нас. Детская площадка. На детской площадке уже два года сломана качалка детская. Это центральная опора и доска длинная. Перекачиваются дети так. Ну, естественно, там должна быть какая-то амортизация при ударе на землю. Вот эта доска сломана уже два года. Я в частности обращался в старую еще управляющую компанию «Центр Жилосервис». Ничего не сделали. Ну и сейчас тут представители новой компании ЖСК бывают, видят это дело, и никто не реагирует. Ну, я надеюсь, что они сейчас не только увидели, но и услышали о том, что такая проблема есть. И будем надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится, а мы за этим обязательно проследим. Прямо сейчас узнаем, какие адреса и о каких проблемах сообщают пользователи в социальных сетях. Наше СМС-сервис Виталий Поляков анализировал ваше сообщение. Виталий, что пишут? Илья, ну сообщений действительно немало. Много таких, что сообщают конкретные адреса, где сломалась качеля, где открыт люк. Я сейчас зачитаю только те, которые касаются максимально широкой аудитории. Вот, допустим, Алексей Алексеев пишет. Вы в центре наверх посмотрите, там же не сегодня, а завтра что-нибудь отвалится от старых зданий на тротуар. Степан пишет. Гулять по набережной вообще опасно. Машина может запросто сбить. Убрать надо машину оттуда. Вот еще одно сообщение. Опасно не гулять, а просто ходить. То плитка на голову летит, то еще что. И еще одно сообщение. В нашем городе лучше не терять концентрации. Люки открыты повсюду. Ну, кстати, много таких сообщений, что в управляющей компании пожаловались, допустим, на опасные качели. Ее убрали. И теперь во дворе никакого детского городка вообще нет. И люди этим тоже недовольны. Ну, вот совсем недавно в Вайбер нам пришло сообщение от Светланы. Если постоянно бояться, лучше на улицу не выходить. То же мнение. Игорь, сейчас опять масштабный ремонт начнется и опасностей будет больше. Ну, и также пишет нам Гриша, опасности это круто, адреналин так и хлещет, особенно если гулять по Глинке или Черемам. Ну, в переводе Черема это наш район Черемушка. Илья. Спасибо, это был Виталий Поляков. Но что касается ремонта проспекта Мира, то руководство управления дорог и благоустройства обещает учесть все те ошибки, которые были в прошлом году, и сделать ремонт безопасным. У нас есть еще один телефонный звонок. Доброе вечерство. Мне подсказывают, что нет телефонного звонка. И у нас закончилось эфирное время. Все адреса, которые вы отправили в социальных сетях, мы обязательно проанализируем. И наиболее острые проблемы обязательно отреагируем. Субтитры сделал DimaTorzok